Всем привет! В прошлом видео я рассказал как на SP-CAM сделать с помощью TensorFlow распознавание объектов. Тема мне это очень понравилась и я решил продолжить. И в этом видео я попытаюсь сделать примитивный автопилот на Raspberry Pi и Arduino с помощью библиотеки машинного зрения OpenCV. OpenCV это библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом. Библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Ее мы в этом видео установим на Raspberry Pi 3 и попробуем с помощью нее и камеры к Raspberry Pi 3 распознавать линии. Линии будут имитировать дорогу. Также у нас будет подключена еще Arduino и сервопривод в ней. И сервопривод будет двигаться в сторону направления дороги. То есть пытаться подруливать, чтобы имитированная машина находилась в пределах разметки. Итак, подключили камеру. Давайте теперь Raspberry Pi включим и сразу по VNC зайдем на нее. Я вам покажу принцип работы. Ну как я уже и сказал, давайте подключимся по VNC к серверу. Порт будет 5901. При подключении у нас запросить логин и пароль. Логин у нас в Pi. Пароль Raspberry. Это стандартные учетные данные от системы Raspberry Pi. После подключения все предупреждения закроем. Мы не будем на них реагировать. И вот у нас на рабочем столе есть скрипт Python. Его давайте откроем. Он у нас должен открыться в программе Tony. Данный пример вот таким вот образом выглядит. Тут всего лишь 49 строчек. Используется библиотека CV2. Также NumPy. Я предварительно камеру на штатив закрепил. И давайте запустим скрипт. Нажимаем Run. И у нас сейчас, собственно, откроется камера сама. И в Shell видим, что он пытается направо повернуть. Также видим очертания объектов зеленым подсвечиваются. Это как раз таки он определяет линии. Данный скрипт определяет только черные линии. Поэтому вот очертания тени он тоже может фиксировать. Ну и вот здесь у меня показана имитация прямой дороги. И вот видите, он пытается направо чуть-чуть подвернуть. Видимо, кажется ему, что мы немножко не прямо едем. И вот если чуть-чуть повернуть листок, то видим, что проскакивает команда, что прямо ехать. А теперь давайте возьмем очертания дороги, которая у нас поворачивает, например. То есть на листочке я еще вот такие линии сделал. И вот здесь отчетливо видно, что когда я вот листочек сейчас двигаю, у нас вот он пытается направо повернуть все время. Если в обратную сторону двигаю, то наоборот, подворачивает налево. Ну точнее не подворачивает, а пишет именно движение. То есть лево, право. И вот основываясь на этом принципе, подключим сюда еще Ардуино. К Ардуино подключим сервопривод. И привод будет вот вместе с командами right-left двигаться в левую или в правую сторону. Ну и вот в самом скрипте это собственно и указано. То есть вот здесь, где мы видим комментарии, то есть left-right, мы видим, что GPO 7 и 8 делают определенные действия. То есть на right, допустим, у нас 7 пин выключается, на left 8 пин выключается. Ну и когда нам надо ехать прямо, то есть оба пина у нас выключены. Давайте теперь подключим Ардуино, загрузим в нее простенький скетч и посмотрим, как оно будет управлять сервоприводом. Подключил сервопривод к Ардуино, к 10 пину. Также подключил 7 и 8 пины Raspberry Pi к 0 и 1 пину Ардуино. Давайте запустим теперь скрипт и посмотрим, как у нас это все дело будет работать. И вот обратите внимание, сейчас показывает right, как только я листок двигаю и поворачивать надо в left или прямо, у нас сервопривод начинает подкручивать, подруливать, так сказать. И вот таким действием у нас и происходит такой некий автопилот. Конечно, все это очень примитивно, но согласитесь со мной, что данное действие поражает. Просто на коленке на какой-то Raspberry Pi можно собрать некое устройство, которое будет действительно видеть разметку и пытаться по ней ехать. Это очень круто. Далее давайте я вам покажу, как установить библиотеку OpenCV. Установка в данной библиотеке довольно-таки сложная и долгая, поэтому давайте я вам ее покажу. Давайте для начала установим операционную систему Raspberry Pi. Для этого откроем программу Raspberry Pi Imager. Здесь выберем операционную систему, которую будем устанавливать. Здесь выберем диск, на который будем ставить. В данном случае у меня флешка на 16 гигабайт. И нажмем в write. После этого у нас операционная система установится. Нужно будет подождать некоторое время. После того, как операционная система установилась, вытащим флешку и ставим обратно, чтобы она определилась как диск. И на нее закинем вот этот вот файлик с учетными данными от Wi-Fi, то есть SSS ID и пароль, где указан, чтобы Raspberry Pi сразу присоединилась к Wi-Fi сети. И также здесь создадим пустой файл без расширения, SSH названием. После этого вытаскиваем флешку и вставляем ее в Raspberry Pi и подключаем следовательно ее. После загрузки Raspberry Pi и просканировав в сеть, узнаем ее IP адрес и копировав его, через программу PuTi подключаемся по 22 порту, это SSH. У нас запрашивает логин и пароль. Вводим логин Pi, пароль Raspberry и подключаемся в командную строку. Вот, теперь настраиваем операционную систему. Значит, первое, нам нужно обновить все репозитории. Это команда sudo apt-get update и ждем окончания. Я все перематываю, у вас гораздо дольше все будет выполняться. Теперь выполняем команду sudo apt-get dist-upgrade и дожидаемся окончания. Следующими командами устанавливаем всякие пакеты, которые нам понадобятся для компилирования, для сборки, OpenCV. И также нам нужно будет установить некие Python, тоже компоненты, которые нам понадобятся для исполнения скрипта. Естественно, все команды я оставлю у себя на сайте. Можно будет их сверху вниз просто копировать и дожидаться окончания загрузки. Теперь переходим в домашнюю папку. И здесь нам нужно скачать два проекта с гитхаба. Это OpenCV и OpenCV, нижнее подчеркивание, Contrip. Командой лс проверяем, что данные папки создались в директории. И в них как раз будет содержимое, которое мы сейчас будем собирать и компилировать. Переходим в папку OpenCV. Для этого пишем CD OpenCV. Там создаем папку Build команды mkdir. Проверяем командой лс, создалась ли папка. Да, данная папка появилась. Теперь переходим в нее. CD Build. Теперь копируем и вводим замудренную команду, которая у нас соберет из исходников OpenCV. Три последней стропки должны быть у вас такие же, как у меня. Это означать будет, что все собралось корректно. Следующим этапом будем компилировать. Компиляция у меня заняла больше трех часов. Поэтому наберитесь терпением, введите данную команду и идите по своим делам. И займет это очень много времени. Команда будет make-j1, где единица это количество ядер, которые будут участвовать в компиляции. Больше одного не рекомендую ставить. Тогда работает нестабильно. Разборипай может перегреться и зависнуть на одном из этапов. Ну вот, мы наконец дождались, когда все скомпилировалось. Теперь давайте установим в библиотеке. Чтобы это сделать, нужно ввести команду sudo make install. Эта команда значительно быстрее выполнится. Давайте зайдем теперь в распай конфиг и включим там VNC и камеру. Для этого пишем sudo raspidefice.config. Здесь выбираем интерфейс options. И в интерфейс options сначала, где камера, ее включаем. И так же, где VNC, тоже включаем его. Теперь выходим из этого меню. Нажимаем finish и у нас попросят сделать ребут. Мы соглашаемся, чтобы перенагрузить и чтобы изменения вступили в силу. Теперь, после перенагрузки Raspberry Pi, давайте включим VNC сервер. Это делается командой VNC сервер пробел двоеточие один. Теперь на нашем компьютере открываем VNC Viewer. Вводим там IP адрес нашей Raspberry Pi. Он указан как раз в консоли последней строчкой, когда VNC сервер запускался. И порт указываем 5901. Нажимаем enter. И у нас запросит опять логин и пароль. Логин пайл, пароль Raspberry. Ну и вот мы попадаем на рабочий стол Raspberry Pi. Ну и теперь здесь мы нажимаем пуск, программинг. Открываем Tony программу. И в ней вбиваем собственно скрипт, уже готовый. Он также будет у меня на сайте. То есть я сейчас его открою в блокноте. Копирую весь скрипт из 49 строчек. И туда мы его вставляем. Сейчас мы уже все библиотеки установили, которые нам нужны. И при нажатии run у нас запуститься должен сам скрипт. Но перед этим он просит его сохранить. Давайте сохраним его как тест файтом какой-нибудь. Ну и вот сейчас запускается камера. И все, видим, все работает. На этом в принципе все. Напишите пожалуйста в комментариях, хотели ли вы, чтобы я продолжал данную тему и показывал какие-то новые фишки с всякими вот такими Python скриптами, с Raspberry Pi и тому подобным. С роботами, с машинным зрением и так далее. Все эти шаги еще раз я опишу у себя на сайте. Поэтому кто захочет повторить, просто переходите и по пунктам копируйте команды, вставляйте. Все должно у вас заработать корректно. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Спасибо.